Всем привет! Я Камиль Нургалеев. Приветствую вас на канале Шинный эксперт. Сегодня продолжаем рубрику грузовые шины. У меня, у нас в студии замечательные шины для рулевой оси. Сегодня поговорим именно о них. Все эти модели в размере 315-720-2,5. Это очень популярный, самый популярный размер для дальнобойных тягачей и грузовиков. И мы подобрали здесь наилучшие варианты, которые никогда вас не подведут, которые действительно доказали свою надежность и долговечность. Итак, у нас Кордиант Professional FR-1, Кама Про NF-203, Black Hawk BFR-65 и FAR-603. Итак, два отечественных продукта и два продукта из дружеских стран, Вьетнам и Таиланд. Что ж, сегодня о каких параметрах мы поговорим? Наверное, в первую очередь о тех, которые вы сами можете замерить. Это количество протектора по беговой дорожке, масса шины. Эти параметры влияют и на ходимость, и на надежность силовой структуры каркаса. Грузоподъемность посмотрим. И посмотрим такие вещи, насколько шины защищены от камней, от перегрева, и насколько они хорошо обеспечены, скажем, какими-то прорезями для отвода воды. Сразу скажу, условия эксплуатации в рулевых шинах 315-170 сильно отличаются от ведущих. И отличаются они таким образом, что раза в полтора жестче условия эксплуатации рулевых шин, поскольку на рулевые шины нагрузка в полтора раза больше приходится на тягачах. Ну, сами представьте, там кабина, двигатель, шин всего 2, нагрузка может достигать 7,5 тонн, может даже и выше. А на ведущей оси 10 тонн максимум, никто не возит даже столько, и 4 шины по 2,5 тонны. Ну и, конечно же, когда у тебя нагрузка больше, давление больше, легче поймать камень, шина должна рулить, шина должна слушаться в любую погоду. И нагрев этой шины априори будет выше из-за того, что нагрузка выше. Ну, и поэтому, конечно, нужно ее и остужать, протектор, для минимизации, неизбежания минимизации неравномерных износов, потому что неравномерные износы никуда не денутся, они придут, но мы же хотим, чтобы они все пришли немножко позднее. Итак, поехали. Говорим про протектор. Кардиант. У кардианта ширина лиговой дорожки 265 мм. Сразу скажу, у всех этих шин, когда начинаешь мерить, ширина протектора лиговой дорожки на 265 мм. Вот так вот мы подобрали шин. Итак, глубина протектора или высота, если хотите, у кардианта 14,5 мм. У Камы 14,2 мм, у Blackhawk 15 мм и у Fortune 14,8 мм. То есть здесь у нас самая большая глубина протектора и самое большое количество резины на износ у Blackhawk. Поскольку, если помните, напомню вам, можно такое упражнение сделать, помножить глубину протектора на ширину и получить некую, скажем, 2D площадь сечения протектора. И давайте просто помножим и получим, что здесь у кардианта у нас 3843 мм квадратных площадь сечения, у Камы получается 3763 мм квадратных мм, у Blackhawk 3975 мм квадратных мм и 3922 мм квадратных мм у Fortune. Таким образом, у Blackhawk получается наибольшее количество резины на износ и потенциально, ну, скажем, это, наверное, самое большое количество среди братьевых шин. В этом плане Blackhawk у нас на первом месте. Дальше посмотрим, насколько обеспечивается защита от камней протекторами. Ну, кардиан, здесь сразу все видно, здесь технология называется Stormcore. Это очень интересная, скажем, система такая, то ли это даже, это вот такие блоки и изгибы, которые формируют такую, такие контуры и такую канавку, в которой, ну, практически невозможно застрять камню. И эта технология у кардианта называется Stonecore. Достаточно интересная и эффективная технология, которая защищает протектор от камней. У Камы канавки тоже извилистые. Решение мне лично достаточно знакомое. Многие производители делают такой дизайн канавок для того, чтобы минимизировать, снизить воздействие камней и застревание камней в беговой дорожке. У Blackhawk применена другая система. Здесь канавки прямые, но в каждой, в основании всех канавок есть маленькие блоки, такие кирпичики, плотно-плотно прижатые друг к другу, которые не позволяют, ну, не позволят они камни застрять. Такая система тоже многим применяется и достаточно эффективно себя зарекомендовал. У Fortune система камневыталкивания схожая с Камой. Здесь извилистая канавка, в которой действительно камню сложно застрять. То есть по части камневыталкивания, наверное, на мой взгляд, наиболее интересное решение у кардианта и у Blackhawk. У одного кардианта это такая вот очень продуманная система дизайна стенок канавок. У Blackhawk блоки, которые, в принципе, против блоков нет приемов, как говорится, достаточно эффективное решение. Теперь поговорим о грузоподъемности. У кардианта индекс грузоподъемности 154. Это значит, две шины могут нести 7,5 тонн нагрузки. Это как раз таки примерно то, что и может спокойно быть на передней оси современного магистрального тягача с учетом массы груза, с учетом массы двигателя, автоматической коробки, высокой кабины и так далее. Сегодня современные машины, они достаточно тяжелые. Поэтому кардиан, в принципе, вполне может с этой нагрузкой справиться и будет ее нести совершенно нормально. У Камы, у Blackhawk и у Форчена индекс грузоподъемности 156. И это позволяет двум шинам на оси нести нагрузку 8 тонн. Чуть больше, ну, в принципе, все шины могут работать с тем, что у нас есть в реальных условиях эксплуатации. Поговорим о том, как решается проблема с нагревом беговой дорожки при эксплуатации. Ну, рулевые шины действительно сильнее греются, чем ведущие или прицепные. Это можете просто взять тепловизор и подойти к машине с рейса. Все вопросы закроете сразу. Вот я подходил. Примерно 8-10 градусов отличается передняя шина. Итак, у кардианта по краям канавки есть такие поперечные насечки в каждой канавке. Которые как раз-таки работают для того, чтобы вентилировать массив ребра в условиях высокого нагрева при эксплуатации. Это позволит снизить неравномерные износы. У Камы есть более массивные, но более редко расположенные прорези и даже, может быть, канавки. Такие поперечные, особенно они выражены по крайним ребрам протектора. У Плэхока похожие на кардианские насечки, но более часто расположенные. Они, в принципе, сплошь покрывают все стенки всех канавок. И такая система тоже будет работать эффективно. У Форчена такой системы я не вижу. Здесь нет каких-то прорези специальных поперечных. Но по Форчену мы еще поговорим у нас на тесте машины. Пока я не видел неравномерных износов, обязательно снимем репортаж после 100 тысяч, 100 плюс тысяч, как себя показывают шины. Поэтому сами все узнаем. Что еще? Конечно же, очень важно обеспечить рулевой шине хорошую управляемость и максимально низкий тормозной путь. И чем больше прорези в массиве ребра протектора, тем лучше. И давайте посмотрим, что нам предлагают эти модели. У кардианта я здесь, кроме вентиляционных насечек, не вижу каких-то, скажем, ламерий для отвода воды. У Камы есть какие-то системы, как раз те прорези, о которых я говорил, но они расположены не слишком часто. У Блэк Хока есть в массиве ребра дополнительные прорези, которые будут работать на вывод воды, пятня контакта. У Форчуна тоже видны такие насечки. В насечках декоративных, вот этих вентиляционных, видны прорези. Ну, опять-таки, вы все это можете посмотреть сами, увидеть. В принципе, из своего опыта могу сказать, что все эти шины достаточно эффективны в любое время года. Все они имеют маркировку 3 горных лика и снежинка, что означает, что шины прошли все необходимые тесты для того, чтобы быть шинами зимними. Что ж, вот так вкратце мы постарались с вами провести некий обзор, который вы, в принципе, можете сделать и сами. Что ж, на этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за внимание и подписывайтесь на наши каналы YouTube, Rutube, Telegram и Zen, чтобы не пропустить интересные видео. Всем хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!